Социоработник из штата Вашингтон очень любил экономить и редко тратил деньги на что-то, кроме самых важных потребностей. Вместо того, чтобы купить новую обувь, он заклеивал старую скотчем, постоянно искал скидки в супермаркетах и покупал самую дешёвую одежду. И только после его смерти друзья узнали, что у его приятеля был очень ценный секрет. Какой, вы узнаете в этом видео. Приятного просмотра! В начале января 2018 года в штате Вашингтон скончался от рака 63-летний соцработник Алан Найман. Когда с момента его смерти прошёл почти год, близкие мужчины рассказали журналистам о том, каким необычным человеком был их друг. Многим людям Алан запомнился прежде всего своей удивительной бережливостью. Соцработник очень любил экономить, постоянно искал скидки и акции в магазинах. Покупал себе дешёвую одежду в супермаркетах и приобретал только старые машины. Чтобы не тратить деньги на новую обувь, Алан порой даже заклеивал скотчем старую. Он был тем парнем, который просто не мог тратить деньги. Это было просто заложено в нём – сберегать деньги и откладывать их. Экономия денег была чем-то вроде игры для него. Он хвастался тем, как прожил весь день и не потратил ни единого цента, рассказал Шаши Каран, приятель Наймана. При этом Алан постоянно искал себе дополнительные источники дохода. Иногда у него было целых три работы. Вырученные средства мужчина инвестировал и откладывал, но вовсе не для своего блага. Ещё при жизни Найман постоянно помогал местным благотворительным организациям, которые брали под крыло бедных, больных и оставшихся без родителей детей. Сам соцработник не имел детей и никогда не был женат, однако заботился о своём старшем брате-инвалиде, у которого были проблемы с развитием. Скорее всего, именно поэтому Найман был больше склонен думать о других, полагают его приятели и знакомые. Уже будучи больным раком, Алан заявил своей приятельнице Мэри Монахан, что после смерти оставят в наследство всё благотворительным организациям. «Сумма людей удивит», – заявил тогда Алан Найман. Так и было. Когда Найман ушёл из жизни, друзья и знакомые были в шоке, узнав, сколько именно денег было у соцработника. Оказалось, что мужчина в целом оставил нуждающимся детям больше 11 миллионов долларов, примерно 764 миллиона рублей. Сумму он разделил между несколькими благотворительными организациями. Откуда у Наймана были такие деньги? Во-первых, благодаря своим заработкам и инвестициям он скопил несколько миллионов долларов. Помимо того, мужчина получил от скончавшихся родителей солидную сумму. И немаловажную роль, по мнению друзей Алана, сыграла его экономия на всём. Сотрудники организации, которая получила деньги от Наймана, сообщили, что не были с ним даже знакомы. Судя по всему, он был действительно искренним и настоящим филантропом с большим сердцем. Его поступок достоин уважения и вашего лайка. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.